В последние месяцы состояние Лидии Федосеевой и Шукшиной заметно ухудшилось. СМИ сообщали, что 86-летняя артистка страдала от провалов в памяти и обмороков, которые участились после перенесенного инсульта. В сентябре этого года она получила серьезную травму головы, упав у себя дома и потеряв сознание. После этого инцидента актриса обратилась к врачам, жалуясь на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Медики, обследовавшие Лидию Федосееву Шукшину, рекомендовали ей отдых и восстановление в санаторных условиях. Актриса откликнулась на этот совет и даже успела взять путевку в санаторий в Подмосковье, надеясь на улучшение самочувствия. Однако несмотря на усилия врачей и желание актрисы поправиться, ее здоровье оставалось в критическом состоянии. Напомним, что в прошлом году Лидия Федосеева Шукшина перенесла инсульт и операцию по установке электрокардиостимулятора. Эти события серьезно сказались на ее физическом состоянии. Ей было тяжело ходить, она испытывала сильную боль в коленях и нуждалась в постоянном уходе и посторонней помощи. Федосеева Шукшина была выдающейся актрисой, известной многим поколениям зрителей, благодаря своим ярким ролям в фильмах и спектаклях. Ее вклад в советское и российское кино, трудно переоценить ее работы стали классикой, и продолжают вдохновлять современников. Она оставалась преданной своему делу до последнего, и не раз признавалась, что сцена и кино были ее жизнью. Особую роль в ее жизни сыграл ее бывший муж, знаменитый писатель, актер и режиссер Василий Шукшин. Их союз стал не только личной, но и творческой вехой, оставившей след в культуре и искусстве России. Лидия Федосеева Шукшина, несмотря на трудности и испытания, всегда стремилась поддерживать память о Шукшине, продолжая его дело и развивая их совместное наследие. Лидия Николаевна родилась в сентябре 1938 года в Ленинграде, хотя официальной информации о ее национальности нет, предположительно она русская. О родителях актрисы известно немного, кроме того, что они сумели пережить блокаду Ленинграда. После войны Лидия поступила в школу Петри Шули, одной из старейших в городе. Уже в начальных классах она заинтересовалась актерством и посещала драматический кружок при Ленинградском доме кино, где впервые вышла на сцену в детских спектаклях. Во время одной из любительских постановок ее заметил режиссер Анатолий Граник и предложил сыграть небольшую роль лаборантки в фильме Максим Перепелица. Позже Лидия сыграла еще одну эпизодическую роль в фильме Два капитана. Эти первые шаги в кино помогли ей понять, что она хочет стать актрисой. В 1957 году Лидия переехала в Москву и поступила во ВГИК, где ее наставниками стали Тамара Макарова и Сергей Герасимов. Уже через два года она снялась в фильме «Сверстницы», который принес ей всесоюзную популярность. Роль Тани сделала ее известной, но настоящая слава пришла позже, когда актриса познакомилась с Василием Шукшиным на съемках фильма «Какое оно?» «Море». Их творческий союз и брак оказались успешными. Вместе с Шукшиным Лидия снялась в таких фильмах, как «Печки лавочки» и «Странные люди», а затем в «Даурии» и «Калине красной». Ее героини деревенские женщины, сильные и душевные, органично вписывались в ее образ, несмотря на то, что Лидия выросла в городе. После смерти Шукшина, в 1974 году актриса, взяла двойную фамилию Федосеева Шукшина и продолжила сниматься, но фильмы той эпохи уже не достигли такой же популярности, как ее ранее работы. Тем не менее, в ее коллекции есть немало картин, ставших любимыми у зрителей, например, ее роль мадам Грицацуевой в экранизации «12 стульев». Также она сыграла яркие роли в фильмах «На золотом крыльце сидели», «Виват», «Гардемарины», «Хождение по мукам и грехи наши». Многие поколения до сих пор с удовольствием пересматривают ее в фильме «Шофер на один рейс», где она снималась вместе с Олегом Ефремовым. В фильме «Вам и не снилось» актриса сыграла, вместе с Альбертом Филозовым, родителей главного героя Ромки, и эта картина также полюбилась зрителям. В 1984 году Лидия Николаевна получила звание народной артистки РСФСР. В ее фильмографии множество ролей, от светских дам и императриц, до учительницы работников советских учреждений. Она умела передавать характеры самых разных героинь, от мелкой взяточницы до деревенской женщины и эксцентричного кассира цирка. С середины 2000-х годов Лидия Федосеева-Шукшина стала реже появляться на экране, сосредоточившись на общественной работе, в фонде памяти Василия Шукшина, который впоследствии передала своей внучке Ане. В 2005 году она стала президентом фестиваля «Виват» – кино России. Несмотря на занятость, актриса продолжала сниматься, приняв участие в таких проектах, «Как женить миллионера из сердца матери». Одной из последних работ актрисы стала роль в мелодраме «Линия Марты», где она воплотила образ одной из женщин, связанных с историей любви во времена блокады Ленинграда. В 2018 году актриса сыграла в британском сериале «Макмафия», созданном по книге Миши Глени, где ей досталась роль матери-мафиози Вадима Калягина, а ее дочь Мария Шукшина сыграла мать главного героя. Лидия Федосеева впервые вышла замуж в молодом возрасте, когда еще была студенткой. Ее избранником стал украинский актер Вячеслав Воронин. Их роман развивался стремительно и вскоре закончился браком. В этом союзе у актрисы родилась ее первая дочь Анастасии. Однако этот период был непростым для Лидии Николаевны. Ей приходилось разрываться между Ленинградом и Москвой, в одной столице она училась и работала, а в другой ее родители заботились о маленькой дочери. В это время муж трудился в Киеве. Постоянные разъезды и занятость привели к распаду брака. Вторым ее супругом стал Василий Шукшин. Этот брак был основан на настоящей любви и длился до самой смерти писателя и режиссера. Личная жизнь Лидии Федосеевой Шукшиной в эти 10 лет была счастливой. У пары родились две дочери, Мария и Ольга Шукшины. В личном архиве актрисы сохранилось множество семейных фотографий, напоминающих о тех счастливых годах. Интересно, что Шукшин во время обеих беременностей ждал появления мальчика. Когда родилась Мария, он был восхищен ее красотой, а про Ольгу говорил с юмором, отмечая ее детскую пухлость. Недавно Лидия Николаевна призналась, что на момент смерти мужа ожидала третьего ребенка, но к сожалению беременность прервалась на раннем сроке. Ее дочери продолжили актерскую династию, хотя Ольга позже решила полностью посвятить себя вере. Она провела 15 лет в монастыре, а затем переехала в городок на берегу Красного моря в Африке, где активно посещает церковь. Сейчас она живет вместе с матерью. Старшая дочь Анастасия вышла замуж за иностранца и уехала в Анголу, где взяла фамилию Воронина Франсишку. Ее муж Нелсон Франсишку был начальником контрразведки Анголы. После смерти своего отца, Вячеслава Воронина, в 2016 году Анастасия с детьми переехала в Киев. У Лидии Федосеевой и Шукшиной семеро внуков. В 2014 году ее внучка Ана, дочь Марии Шукшиной, подарила актрисе правнука, которого назвали Вячеславом. Субтитры создавал DimaTorzok